По справедливости, а не для галочки, новый порядок начисления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг выявил обратную сторону прежнего принципа соцподдержки. Когда средства начислялись не глядя, положено значит положено, никто не контролировал на какие цели эти средства использовал льготник. Оказалось, 20% получателей ЕДВН и ЖКУ за эти самые ЖКУ как раз и не платили. В должниках числится каждый пятый. Новая система, когда деньги выдают лишь тем, кто исправно платит по счетам, по мнению специалистов, гораздо справедливее. Добавлю, что такой подход уже с 2008 года действует в Татарстане и с 2016 во всех регионах страны. Кто получит поддержку, а кто лишил себя такого права? И есть ли у них шанс ее вернуть? Узнал Николай Козлов. Ирина Геннадьевна СИЗО, ветеран труда, всю жизнь проработала бухгалтером, поэтому деньгам знает счет. К новому механизму выплаты компенсации отнеслась с пониманием, ведь ей, как финансисту, принцип адресной выплаты близок и понятен. Кто заплатил, у кого нет долгов за квартиру, тот может и не беспокоиться, все это наладится. Ну, первое время, конечно, там есть недочеты между этими организациями. А так-то, у кого нет долгов по квартплате, по загаз, за воду, все это постепенно придет в норму. Согласно новым принципам начисления компенсации за услуги ЖКХ, их сохранили все те, кто и раньше имел на это право. Только теперь деньги не просто начисляют, не глядя, а возвращают лишь тем, кто исправно оплачивает коммунальные счета. Подтвердить факт оплаты должны жилищные ресурсоснабжающие организации. Чтобы наладить эту обратную связь с коммунальщиками, профильное министерство провело поистине титаническую работу, получив информацию по льготникам от полутора тысяч компаний. Новый механизм, говорят эксперты, делает и работу коммунальщиков прозрачнее. Становится понятно, куда уходят деньги. Поставщик жилищно-коммунальных услуг, он сейчас предоставляет органу власти информацию, которую раньше никому не предоставлял. И мы в январе и феврале имели серьезное сопротивление, потому что мы теперь проверяем эти данные. Переход на новую систему выявил 20% льготников, а это более 100 тысяч человек, то есть каждый пятый, попросту за коммунальные услуги не платят. У них, тем не менее, тоже есть шанс компенсацию получить. Если из-за долгов неплательщик не получил положенную выплату за январь-февраль и март, то оперативно погасив долги, он может вернуться в список получателей льгот. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии.